Всем привет! Рано или поздно, каждый, кто играет в игры на компьютере, сталкивается с необходимостью купить геймпад. Потому что, реально, играть за компом вообще во все игры на оклава мыши, это как минимум неудобно. И так делают только те, у кого нет чутка лишних денег купить геймпад. А если у тебя, как и у меня, недалеко от компа еще и телек стоит, то это вообще охуеть. Потому что ты можешь подключить ПК к телевизору и отправить свою жопу на мягкий диван или кровать. И играть в какую-нибудь игру вроде Ведьмак 3 Дикая Охота, уже на 4К экране, при этом удобно расположившись. И все это благодаря геймпаду, который, правда, некоторые разумисты почему-то называют джойстиком. Ребят, пожалуйста, никогда не называйте геймпад джойстиком. Чтобы вы понимали, вот это джойстик, на него могут посадить, а вот это геймпад, и мы играем в игры. И если сейчас пойти и посмотреть обзоры в ютубе, то там, по сути, сплошная хрень. Либо человек говорит про геймпады только применительно к консолям, либо вообще не шарит в теме, либо обзор проплачен, а блогеру вкатили технику, чтобы тот ее обсасывал и говорил, как все божественно. Я же не являюсь техноблогером, все свои геймпады я покупал сам за свои деньги, а пользуюсь я ими конкретно на компьютере уже больше года. И за это время я набил на голове уже все возможные шишки, попробовал все геймпады во всех играх, и более-менее знаю все плюсы и минусы каждого из них. Ну а касательно конкретных моделей, то сегодня мы поговорим про DualShock 4, Xbox One Controller, Xbox Elite Controller 2 серии, Steam Controller и Logitech F710. И каждый из них представитель разных консолей и ценовых категорий. Ну а начнем давайте с самого интересного варианта в соотношении цена-качество, а именно с DualShock 4, который вообще был создан для приставки PlayStation 4, и поэтому официально не поддерживается на винде. Тем не менее, он тут прекрасно работает благодаря неофициальным драйверам. Ну а сам я его покупал больше года назад, где-то за 3000 рублей. Правда, мне еще пришлось докупать USB-проводок для зарядки геймпада, так как в комплекте его почему-то не было. И еще Bluetooth-адаптер где-то за 1000 рублей, но это потому, что у меня компьютер был такой кастрированный, и у него не было Bluetooth. И почему я назвал именно DualShock 4 наиболее интересным вариантом, так это потому, что он стоит по сути дешевле всех других геймпадов, разве что геймпад от Logitech выйдет еще дешевле. И за эту сумму в DualShock умудрились впихнуть аккумулятор, динамик, разъем 3.5 для наушников, сенсорный тачпад и даже гироскоп. Причем все это работает отлично, и никак не сказывается на качестве и удобности самого геймпада. Хотя справедливости ради, на тех же ПК играх, сенсорная тачпанель и гироскоп практически никак не применяются. И чаще всего они нужны только в играх на эмуляторе, типа Кему с игрой Zelda Breath of the Wild. Там гироскоп используется для решения загадок на уровнях, где надо крутить сам геймпад непосредственно в руке. Ну и у DualShock тоже есть минусы. Во-первых, у него довольно слабый аккумулятор, который садится уже через 5-6 часов использования. А во-вторых, это сложный процесс подключения к ПК и последующей настройки. Если с первой проблемой справится вообще любой, просто надо будет чаще ставить его на зарядку, то вот с подключением и настройкой DualShock'а к Windows могут возникнуть осложнения. Хотя надо отметить, что тот же Steam имеет встроенную поддержку DualShock'а, и если он запущен, достаточно просто подключить геймпад к компьютеру, и Steam его распознает и позволит пользоваться им, как будто это геймпад от Xbox. Ну и тут тоже не все так сладко. Во-первых, Steam распознает DualShock именно как Xbox-контроллер, а значит все иконки кнопок в игре будут отображены как для Xbox геймпада. А во-вторых, возможности настройки DualShock'а в Steam кастрированы настолько, насколько это вообще возможно. И недавно я так, например, столкнулся с проблемой в игре Ведьмак 3 Дикая Охота. А дело в том, что CD Projekt Red, ребята, не ленивые. Они добавили в Ведьмака поддержку DualShock'а, и поэтому в игре даже иконки кнопок отображаются правильные, а не от Xbox'а. Вот только это работает исключительно, пока геймпад подключен к компьютеру через USB. Стоит только его врубить через Bluetooth, как Ведьмак резко перестает распознавать геймпад. Зато его все еще распознает Steam, и поэтому он работает дальше в игре по Bluetooth'у, но, как я уже сказал, Steam геймпад распознает как Xbox'овский, и поэтому в игре иконки кнопок соответствующие. Ну, вы можете это и сами сейчас наблюдать. Я специально для вас записал этот процесс и эту проблему. То есть, например, там написано «нажмите на А», а фактически это получается у меня на геймпаде крестик. В итоге я, конечно, проблему решил, и сделал это довольно легко. Просто отключил нафиг эту поддержку геймпада в Steam'е, и поставил неофициальные драйвера через программу DS4Windows. Уже она позволяет легче подключить и как угодно настроить DualShock под любую игру. Но не буду в это сильно углубляться, у нас все-таки не полный разбор DualShock'а. Просто скажу, что именно благодаря DS4Windows мне удалось подключить DualShock к ПК через Bluetooth и заставить его видеть DualShock именно как DualShock, а не как Xbox. Вследствие чего и сам Ведьмак 3 начал спокойно распознавать мой DualShock так, как будто он подключен по USB. В общем, DualShock это оху**ый геймпад за свои деньги. Но я бы советовал брать его именно как первый, только тем, кто умеет нормально пользоваться компьютером и не поленится копаться в настройках. Потому что так или иначе это делать придется. Ну а касательно общей удобности DualShock'а в играх, то лично по моим ощущениям он лучше всего себя проявляет в таких играх, как Ведьмак 3 Дикая Охота, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls, Sekiro, Mortal Kombat, Tekken, и во всех играх подобного жанра, где персонаж управляется от третьего лица, или если это файтинг. Как по мне, этот геймпад является лучшим конкретно для этих игр. И знаете, что еще? Я вот пересмотрел много видосов в ютубе про геймпады и нигде не услышал про то, что какие-то геймпады в конкретных играх чувствуются лучше, чем в других. Почему-то все обзорщики старались найти какой-то только один лучший и отдать ему все лавры. Но лично мой опыт показал, что это бред. Для игр разных жанров и сеттингов подходят именно разные геймпады. Так, например, нет лучшего для файтингов, чем DualShock, и нет лучшего для гонок, чем, например, Xbox Controller. Но об этом мы еще поговорим, а пока давайте продолжим. И на очереди у нас самый дешевый геймпад, который у меня только есть, а именно Logitech F710, и он обошелся мне всего в 2000 рублей. А покупал я его на Алиэкспресс. При этом, естественно, я покупал через расширение Letyshops, и это может показаться очевидным, но сегодня все еще есть люди, которые покупают на Алиэкспресс просто так, без кэшбэка, и по сути теряют деньги. А как говорил один умный человек, сэкономил, считай, заработал. И так как я обычно заказываю товары пачкой на сумму в 5-10 тысяч рублей, я возвращаю себе обратно от 500 до 1000 рублей, просто потому что делаю это через Letyshops. Ну а если ты хочешь так же, то поставь себе расширение Letyshops в нескольких ликов, и потом уже покупай на Алиэкспресс через него. И даже если ты редко и мало тратишь на покупки в интернете, все равно через какое-то время у тебя набежит хорошая сумма за кэшбэк, который ты сможешь потратить на подарок самому себе. И при этом расширение само по себе тоже очень полезное. Оно, например, показывает динамику цен, то есть повысил или понизил продавец цену за товар. Так, например, можно дождаться более выгодного времени для покупки. А еще оно показывает рейтинг продавца и помогает определить более выгодные товары, доступные прямо сейчас. Причем работает расширение не только с Алиэкспресс, но и с целой кучей других интернет-магазинов. В общем, Letyshops это не только хороший помощник, но и возможность платить меньше. Поэтому регистрируйся в Letyshops прямо сейчас по моей ссылке в описании, и не упусти свою выгоду. Так вот, Logitech F710, в отличие от других топовых геймпадов, был создан конкретно для компьютера. При этом он стоит совсем недорого, а поддерживает Bluetooth, и у него в комплекте даже идет свой родной Bluetooth адаптер. И это круто, потому что ничего лишнего для его работы покупать не придется. Разве что батарейки, потому что у него нет встроенного аккумулятора. С другой стороны, он жрет довольно мало, и поэтому одной пары батарей хватает надолго, что-то около недели или двух недель игры. А первое, что бросается в глаза при виде этого геймпада, так это его внешний вид. Да, формой он отличается, и похож на внебрачного сына Майнкрафта, но лично на мои ощущения это никак не сказалось. В руках геймпад сидит удобно, и играть с ним довольно приятно. И, кстати, именно на этом геймпаде я полностью прошел Dark Souls 1 и почти до конца 2. Единственное, что я ощущаю сейчас, держа его в руках спустя столько времени после покупки, так это тугость стиков и задних курков. Но, я думаю, если поиграть какое-то время, то вполне получится привыкнуть. И лично я у него вижу, по сути, только один минус, а именно небольшие проблемы с работой блютуф-подключения. Честно говоря, в душе ни***у какая тут версия блютуф, но если отойти от компометров на 7-10, или случайно чем-то закрыть пространство между адаптером и самим геймпадом, то сразу начинает пропадать связь. Поэтому его лучше выбирать только в том случае, если вы будете играть именно сидя за компьютером, или если, лежа на диване, пространство между геймпадом и его адаптером ничем не будет перекрываться. В этом случае никаких проблем возникнуть не должно. Ну а игры, в которые с ним приятнее всего играть, плюс-минус схожи с DualShock. Ну и дальше у нас, пожалуй, самый легкий и чувствительный геймпад, из всех о которых сегодня идет речь, а именно Xbox One Controller. И первая его особенность, которая бросается в глаза, нет, это не положение стиков, а цена, которая на минуточку в данный момент составляет 3,5 тысяч рублей. То есть на целую тысячу рублей дороже, чем DualShock. И при этом у Xbox контроллера нет сенсорной тач-панели, нет динамиков и нет гироскопа. Так откуда же берется такая цена? Ну, во-первых, как я уже сказал, именно этот контроллер лично я считаю самым легким и чувствительным. Во-вторых, опять-таки, по моим ощущениям, вибромоторы в нем сделаны и ощущаются лучше, чем у DualShock. Хотя почему-то мне кажется, что это все-таки не так, а ощущения лучше тупо из-за меньшего веса и лучшего хвата. Ну и, конечно же, в-третьих, этот геймпад подключается и работает на Windows вообще без каких-либо проблем. Потому что Microsoft позаботилась о полной поддержке геймпада в своей операционной системе. Так что как проводная, так и беспроводная версия этого геймпада работает на винде идеально. А из минусов это все та же необходимость покупать батарейки, потому что в комплекте стандартно отсутствует аккумулятор. Хотя его можно докупить, конечно, правда обойдется это удовольствие еще где-то в одну тысячу рублей, смотря какой возьмете. Но лично я думаю, что легче будет купить просто 3А аккумулятор. И еще я сказал про особую чувствительность этого геймпада. Повторюсь, это все, конечно, мои личные ощущения, но лично с этим геймпадом мне удобнее всего целиться в таких играх, как GTA 5 Online или Red Dead Online. Да, знаю, именно Online. В обоих случаях в играх для компенсации эффективности мышки присутствует так называемый I'm Assist. И поверьте, это еще та имба. Так что геймпад отличный, хотя и немного дороговатый. И лично я считаю, что именно Xbox One Controller станет лучшим выбором в качестве первого геймпада, который вы купите для компьютера. В основном потому, что у него нет никаких проблем с подключением и никакие дополнительные настройки ему не нужны. И как я уже ранее сказал, лучше всего этот геймпад ощущается, конечно же, в гоночках и в таких играх, как GTA 5 или RDR 2. Потому что вибромоторы чувствуются в руке лучше, а это для подобных игр очень-очень большой плюс. Ну и за следом по логике идет самый дорогой геймпад из нашего списка. И это Xbox Elite Controller 2 серии. И сразу скажу, что я его не нашел в розничных магазинах у себя в городе, поэтому пришлось заказывать по ebay из США. Говорю я это не просто так, а потому что даже на ebay и на амазоне его было найти довольно трудно. Особенно в белом цвете, который я, блин, так и не нашел. Но, тем не менее, геймпад у меня. И встал мне этот монстр в целых 19 тысяч рублей. Да, знаю, цена ебутая, но это был мой подарок самому себе на Новый год. К тому же я уже говорил на канале, что я программист, и что все программисты немного ебутые. Так что не стоит этому удивляться. О самом геймпаде можно сказать только одно. Он охуенный. И единственный небольшой минус, который у него имеется, это вес. Он чуть тяжелее, чем все другие геймпады. И на этом как бы все. Других минусов у него просто нет. Начиная от коробки, чехольчика, качества исполнения, и заканчивая удобностью в играх и возможностями в настройке, все в этом геймпаде так или иначе можно назвать идеальным. А первое, от чего лично я немного был в шоке, так это от времени его работы. На официальном сайте указано, что время работы без подзарядки составляет 40 часов к ряду. По приколу, я даже спецом не ставлю его на зарядку, тупо чтобы посмотреть, когда он наконец разрядится, и этого что-то не происходит. Ну а когда это все-таки понадобится, то это тоже не проблема, потому что в комплекте идет родной зарядчик. Достаточно положить геймпад обратно в чехол, и он примагнитится на зарядную станцию. Это очень удобно. Но это все-таки не подробный обзор данного геймпада, да и думаю, вряд ли найдутся еще такие, как я, кто его пойдет покупать. Поэтому просто перечислю самые важные плюсы перед обычной версией Xbox геймпада лично для меня. Во-первых, здесь есть лепестки, которые облегчают игру, где надо нажимать сразу много кнопок. Во-вторых, у геймпада божественные вибромоторы, более того, их тут больше, чем обычно, и для задних курков предусмотрены свои собственные вибромоторчики, которые особенно приятно ощущаются в гонках. То есть, когда ты даешь газу в игре, они вибрируют прямо у тебя под пальцами, и это реально офигенно. В-третьих, это, естественно, время работы, и оно тут такое большое, что ты как бы просто забываешь о зарядке геймпада. В-четвертых, это возможность регуляции тугости каждого стика по отдельности, их можно сделать как очень тугими, так и совершенно свободными, и так далее, и тому подобное по списку. Перечислять преимущества этого геймпада можно очень-очень долго, но даже так до клавамыши ему все равно далеко, в отличие от нашего следующего и последнего геймпада в сегодняшнем списке. И последняя модель, которую мы рассмотрим, это довольно странный, но сильно недооцененный, по моему мнению, геймпад, а именно Steam Controller. А самое странное в нем, это, конечно же, необычный внешний вид. Но не торопитесь с выводами, поначалу и мне показалось, что это какое-то неудобное говно. Однако я сильно удивился, когда потратил добрые 5-7 часов на настройку и тесты этого геймпада. Оказалось, что он ближе всех других геймпадов в плане прицеливания на уровне мышки. А все дело вот в этой круглой фигне справа. Это трекпад, и он считывает движение подушечки пальца по своей поверхности, словно экран вашего телефона. В результате чего, только с этим геймпадом я смог играть в Fallout 4, Metro Exodus и в другие подобные шутеры, лежа на диване. И у него даже имеется встроенный гироскоп, что еще больше увеличивает точность прицеливания. Поскольку благодаря этому можно доцеливаться в игре, физически отклоняя геймпад в руках в разные стороны. И это все не говоря о том, что у него сзади есть два бампера, а у курков имеется система состояний, и к тому же на крестовину можно нажимать. И все это вместе с другими кнопками прекрасно настраивается в клиенте программы Steam. При этом еще более интересным покажется другая его особенность, а именно маленький вес. И я бы вполне сравнил его с весом обычного геймпада Xbox Controller, что опять-таки довольно странно, так как на вид он выглядит довольно массивно. А вот про цену я молчу не просто так. Дело в том, что этот геймпад уже официально, к сожалению, не продается, а последнюю партию Steam буквально в декабре 2019-го всем раздал просто по 5 долларов за штуку. Хотя на самом деле жаль, потому что это единственный в своем роде геймпад, который старался добиться такой же точности, как и у мышки. И мне кажется, у него это получилось. Как и у меня, надеюсь, получилось рассказать реально полезную инфу из своего опыта про каждый геймпад. Если это так, то я жду твой царский лайк. Само собой, подписывайся на канал и включай колокольчик уведомлений, так мои выпуски хоть иногда да будут появляться у тебя на главной ютуба. Удачи и всегда помни, геймпад это не джойстик. Субтитры создавал DimaTorzok